Всем тихой ночи! Продолжаем переводы и чтение рассказов по разным объектам. SCP-993. Клоун Помпон. Объект SCP-993. Класс объекта Безопасный. Особые условия содержания. Все передачи SCP-993 должны перехватываться согласно инструкциям, изложенным в протоколе и Псилон Бета-3, и не допускаться к общественному просмотру. Все перехваченные передачи должны записываться и храниться для просмотра. Всем испытуемым, используемым для просмотра SCP-993, должно быть меньше 10 лет. После того, как они опишут эпизод, им следует дать амнезиаке класса А. Для просмотра SCP-993 необходимо разрешение трёх сотрудников с четвёртым уровнем допуска. Описание. SCP-993 – это детская телевизионная программа под названием Клоун Помпон. Похожий объект создан в стиле образовательного мультфильма. Основным сюжетом большинства эпизодов является изучение главным героем, клоуном Помпоном, новых умений и видов деятельности. Судя по всему, в программе нет актёров второго плана, а место действия меняется от эпизода к эпизоду. Аномальные свойства SCP-993 проявляются при просмотре передачи. Когда программа начинается, все зрители старше 10 лет моментально теряют сознание и остаются в таком состоянии до конца передачи, после чего они сообщают о сильной головной боли, возникшей за мгновение до потери сознания. Посмотревшие передачи дети до 10 лет сообщают о том, что она учит и пропагандирует такие виды деятельности, как каннибализм, убийство, пытки, данные ударенные. Судя по всему, данные виды деятельности прочно укрепились в разуме испытуемых. Повторное воздействие SCP-993 может привести к необратимым психическим расстройствам о шизофрении. Эпизоды SCP-993 регулярно передаются из неизвестного на данный момент источника, но с... 2000. Все передачи успешно перехватывались, благодаря протоколу и Псилон Бета-3, и не были допущены к общественному просмотру. Название эпизода «Кухонный сюрприз». Содержание. Действие эпизода происходит в стереотипном маленьком американском городке. В данном эпизоде клон Помпон похищает одного из местных жителей и ведет его к себе домой. Оказавшись в доме, Помпон рассказывает зрителям о том, как приготовить человеческую плоть. Затем он свежует, потрошит и готовит жителя. Название «Помпон в большом городе». Действие эпизода происходит в большом американском городе, возможно, Нью-Йорке. В данном эпизоде клон Помпон рассказывает зрителям о способах незаметного поджога с использованием таких предметов, как противомоскитная спираль. В конце эпизода Помпон поджигает большое здание и уходит. Все три минуты, оставшиеся до конца эпизода, показывается горящее здание. Все это время слышны крики. Название «Незаметная суббота Помпона». Действие эпизода, судя по всему, происходит в Лондоне, поскольку видна башня Елизаветы, Биг Бен. Большая часть данного эпизода клон Помпон незаметно преследует женщину. Когда она достигает своего дома, Помпон нападает на нее и убивает большим мясницким ножом. В конце эпизода клон Помпон подробно описывает способы остаться незаметным в людных местах. Название эпизода Помпон докапывается до истины. Действие эпизода происходит в лагере для военнопленных. В данном эпизоде клоун Помпон пытает взятого в плен солдата, постоянно задавая ему при этом бессмысленные вопросы. Похоже, что в итоге солдат умирает от полученных ран. После этого Помпон подробно рассказывает зрителям о том, как нанести болезненные, но не смертельные ранения. Название эпизода «Помпон ненавидит вас». Действие эпизода происходит, по всей видимости, в пустой комнате. Клоун Помпон сидит на стуле и злобно смотрит на зрителей в течение всех 30 минут эпизода. Название. Ругательство вас. Ругательство вас. Ругательство вас. По всей видимости, действие данного эпизода происходит в зоне, где находятся архивные записи SCP-993. В данном эпизоде клоун Помпон со злостью рассказывает о способах нарушения условий содержания для нескольких SCP-объектов. Затем Помпон описывает способы убийства исследователей, которые занимаются процедурами содержания данных объектов, показывая при этом знания их распорядка дня и привычек. Стоит отметить, что в данном эпизоде присутствовала мультипликационная версия доктора, который прошел мимо Помпона в середине эпизода. Часы на стене показывали. Доктор подтвердил, что в это время он проходил мимо архива с записями SCP-993. Помпон Фест 2018. Объект. SCP-993. Класс объекта. Безопасный. Изменено. Неподтвержденный. Так, сказал Родж, вбивая кирку в спину трупа. Какой твой любимый эпизод? Должно быть 78-й, ответила Линдсей, закатив глаза в порыве ностальгии. Я смотрела эту серию каждое утро перед школой. Охотничий домик Помпона. Хороший выбор. Помпон Фест 2018 было сложно организовать. Большая часть фандома сидела в тюрьме или была еще в каком-нибудь нездоровом положении, но наконец удалось забить хорошее место встречи и пригласить множество гостей. Была и проблема. Родж осознал ее, когда вынимал кирку из трупа. Местным было не особо-то дело до этого Помпона. А еще, из того, что Родж заметил, не было конца злопыхателям. Хейтерам. Кругом несчетное число настоящих организаций, желающих его закрыть, а то и вообще убить. Ну, сказал он, через минуту засовывая кирку в рюкзак. Я думаю, помощник шерифа Долуб тут прав. У нас все получится без дальнейших сложностей. Он начал прогуливаться обратно вдоль деревенской церкви, которую посетители покрыли самодельными баннерами, символикой Помпон Фест 2018 и прочими украшениями. Было совершенно несправедливо, что этот коп потребовал их убрать. Вся эта деревня была отстойным местом для проведения событий. Если бы они не устроились в церкви, то где еще-то? Помощник шерифа Долуб засмеялась Линздэй, догоняя его. Эпизод 9004, да? Верно замечено, ухмыльнулся Родж, покачав пальцем. Престон был прав, ты реально рубишь фишку. Как я и говорила, каждое утро ты не забываешь такие шоу, как Помпон. Такое не забудешь, сказал Родж, открывая двери церкви. Посетители мероприятия оторвались от скамеек, нетерпеливо ожидая новостей о помощнике шерифа. Их лица были выкрашены в белый, волосы у всех были оранжевые, прямо как у Помпона. Это была забава, которую придумала Линздэй, когда они все только встретились. Родж и Линздэй проделали то же и с собой. Он раньше никогда не занимался косплеем, но теперь находил это довольно веселым. «Так что?» – сказал Престон стоявший у алтаря, единственный в полном костюме Помпона. Он широко открыл глаза в предвкушении. Родж забрался в свою сумку и вынул оттуда кирку. С ее острого края капала кровь. Шоу продолжается, радовался он, и Помпонфест радовался вместе с ним. Родж впервые познакомился с Помпоном, когда ему было, может, 6 лет? Определенно не меньше 6. Он сидел на кухне, ел из миски хлопья. Как вдруг он услышал громкий звук из жилой комнаты. Он побежал, чтобы посмотреть, что там такое, и увидел, как его мать лежит без сознания. Все выглядело так, как будто она просто отключилась в то время, как гладила вещи. Взволнованный Родж побежал к телефону, чтобы набрать 911. Как вдруг? Эй, дети, угадайте, кто? Родж посмотрел наверх и увидел лицо в телевизоре. Забавный нарисованный клоун с бледной кожей и оранжевыми волосами. В его глазах была доброта. Сразу было понятно, что этот человек хочет тебе только хорошего. Может, может, пока не стоит звонить в 911? Она просто упала в оморок, а Родж был крайне заинтересован новым шоу. Он не припоминал, чтобы когда-то вообще такое видел. Родж подошел и сел на кресло, смотря в телевизор с восторженным вниманием. Клоун на экране ухмылялся, как будто смотрел прямо в его, Роджа, комнату. Все верно, это ваш старый приятель Помпон. Клоун. Это не было похоже ни на что, что Родж видел прежде. Иногда он вставал с кровати и прокрадывался сюда, чтобы увидеть короткие отрывки жестоких фильмов. Кровь, кишки, крики и мольбы. Он даже и не думал, как это весело. Помпон все показывал именно так. И что Родж уже тогда мог сказать, без клоуна это шоу бы не работало. Тридцать минут пролетели незаметно. И под конец Родж хотел только, чтобы новый друг оставался с ним. Помпон, похоже, разделял с ним это чувство. Картина закрывая руками глаза и рыдая. Охо-хо. Охо-хо. Увы, дети. Это все на сегодня. Пожалуйста. Прошу, если в ваших сердцах еще что-то осталось. Внезапно он убрал руки. И те добрые, как острия ножа, серые глаза вернулись. Он их мыльнулся Роджу. До следующего раза. Хонг-хонг. Телеэкран снова переключился на статические помехи. А затем на экране появились утренние новости. Его мать зашевелилась на полу, медленно вставая. Родж. Пробормотала она. Что случилось? Родж не ответил. Он был слишком взволнован. На его лице застыла ухмылка. Точно как у клоуна. Его новый друг появится в телевизоре на следующий день. Он никогда не был настолько счастлив в своей жизни. Я начал смотреть клоуна в девять, сказал Престон в прикрепленный к алтарю микрофон. Присутствующие благоговейно слушали, сидя на скамейках. У моих родителей происходил развод в то время. И у меня, честно говоря, было сложное времечко. Помпон дал мне смысл дожидаться каждого следующего утра. И этот фандом... Мне честно кажется, что он спас мою жизнь. Я люблю вас всех, ребята. По скамьям прокатилась волна вежливых аплодисментов. Линздэй, стоявшая за Престоном, ободряюще положила руку на плечо. Мы, помпоноголовые, должны держаться вместе, сказала она с теплой улыбкой. Эпизод 3.9.9. Престон узнал отсылку. И слезы пылились по его щекам. Да, эпизод 3.9.9. Особые условия содержания. Так как SCP-993 больше не находится на содержании, все усилия должны быть сосредоточены на отслеживании и прекращении передачи SCP-993. Замеченные передачи должны быть перехвачены через обновленную версию процедуры Псилон Бета-3, осуществляемую МОК ТАУ-4 и Псилон-9. Физический поиск источников передач возложен на мобильно-оперативную группу Зета-3. Лесорубы. Это 10, не вижу зла, и Мю-9, ломатели игрушек. Группа людей, идентифицирующая себя как помпон-фест. Или индивиды старшего возраста 10 лет, кто имеет иммунитет к эффектам SCP-993, должны восприниматься как противники, и к ним применена сила. Амнезиаки класса С применяются ко всем подозреваемым во влиянии эффекта SCP-993. Все задействованные группы МОК будут обеспечены очками шифратор, с целью предотвратить визуальный контакт с SCP-993 и потерю сознания. Меры безопасности на всех упомянутых в передачах SCP-993 объектах должны быть значительно усилены. Однажды клоун Помпон прекратил выходить в эфир. От самого Помпона не было никаких комментариев. В один день Помпон приходил, а на следующий уже нет. Ротшера дал неделями, он был безутешен. Он столько всего сделал для Помпона. Кошки, пропавшие у соседей, были доказательством. А он просто исчез. Клоун даже не попрощался. После первых нескольких недель он задумался над произошедшим. И тогда он решил, что Помпон оставил своих фанатов не по своей воле. Ничего в мире Помпон так не любил, как своих фанатов. Он не ушел. Кто-то забрал его. Его украли. Вскоре Ротш начала бегать из дома. Если Помпон пропал, то это дело фанатов найти его. Через годы, просиженный в интернет-кафе, Ротш рос и встречал все больше Помпоноголовых, объединенных своей миссией. Они проверяли любое сообщение, даже минимально связанное с Помпоном, надеясь вытащить своего друга из оков. Однако в итоге их оказалось не так уж и много. С ножами и пистолетами, конечно, можно одолеть многих, чтобы получить нужные крупицы информации. Однако все, что им удалось в итоге наскрести, это три буквы. С-С-П. Ротш предположил, что именно они украли Помпона, но быть уверенным он в этом не мог. Они потеряли надежду. И тогда Линзды вышла на связь и сообщила, что у нее есть одно сокровище. «Мы все ждем, Линзей», — усмехнулся Рож, пытаясь выглядеть обыденно, хотя в его животе и стоял ком. «Что, если это не сработает? Что, если Линзей ошибается?» «Будь терпелив, Родж», — ухмыльнулась Линзей. Роджа почти видел, как нетерпение проступает у нее на кожу, как капельки пота или гусиная кожа. Они оба обернулись, когда услышали открытие двери. Престон и другие Помпоноголовые вкатывали старый телевизор и проигрыватель из комнаты отдыха. Посетители поспешили собраться вместе. Линзей подошла к ним. «Все держимся вместе», — усмехнулась Линзей и забралась в свой рюкзак. Ничего никуда не убежит. Она достала кассету. На ней маркером было написано «Пом-клоун, 21-й эпизод». «Кассета!» — собрание закричало как один. Настолько пронзительно, что это было похоже на виск. «Кассета! Кассета!» С разрешения Вестхэт Ньюс. «Славьте Помпона!» «Славьте дерево!» — засмеялась Линзей, помещая кассету в плеер. Родж не знал, что за дерево, но с этого момента ему стало действительно интересно. Его любимое шоу готовится вернуться. Экран включился. Несколько ужасных секунд на экране был мультфильм про слона. Родж даже подумал, что это конец, но вдруг всё поменялось. На экране была пустая комната, белая и стерильная. В ней был только стул в центре. Тюремная камера. На стуле сидел человек. И все его узнали. А не все его знали. Как бы кто-то из них мог бы забыть это лицо. Камера начала приближаться, и вскоре лицо клоуна Помпона заполнило экран. Его лицо нахмурилось. Его добрые серые глаза смотрели туда-сюда, общаясь со всеми в церкви. Его хмурое лицо вдруг стало ухмылкой, а затем широкой улыбкой. Он засмеялся таким веселым смехом, что затряслись ставни на окнах. После чего он вскочил со стула и начал целовать камеру. «Эй, дети!» – сказал он. «Догадайтесь, кто?» 12.02.2018 в 21.07. Содержимое всех записей с SCP-993 внезапно изменилось на новый эпизод. Название эпизода. Помпон любит своих фанатов. Его содержание. Эпизод начинается с того, что Помпон получает в большую аудиторию награду за его вклад в искусство, образование и человечность. После произнесения приветственной речи, которая идет 50 минут. Полная транскрипция находится в сопроводительной документации 993-1. Помпон заявляет, что в честь своей награды он вернет свое шоу в эфир. В продолжение своей речи он просит свою аудиторию, состоящую из анимированных версий звезд, неизвестных детей и работников фонда, начать между собой резню. Что те делают? После чего он покидает сцену через деревянную дверь. После этого события фонд SCP получает сообщение о том, что SCP-993 возобновил свое вещание в местах. Несмотря на то, что по протоколу и Псилон Бета-3 трансляции перехватываются, новые сообщения о трансляциях продолжают поступать так же быстро, как блокируются уже известные. На данный момент нельзя отрицать, что SCP-993 полностью нарушил условия содержания.